Грандоризонталь Великая горизонталь Так с иронией, смешанной с почтением, называли ехидные парижане дам, которые добыли свое богатство и славу в горизонтальном положении. В середине 19 века прославленные куртизанки становятся непременной частью парижской жизни и играют в ней выдающуюся роль. Пожалуй, что никогда в истории со времен Древней Греции продажные женщины не вели себя с таким опломбом и при этом были вознаграждены статусом международных знаменитостей. Миллионные состояния уходят на утоление их алчности, промышленная революция совершается ради них, на их деньги живет расцветающее изобразительное искусство и музыка. Из-за их капризов самые замечательные мужчины эпохи теряют репутации, и газеты живут, можно сказать, благодаря ненасытному любопытству публики, стремящейся увидеть хоть краешек их великолепной, блистательной и тайной жизни. Сегодня я расскажу не об одной женщине, а о социальном типе. О топовой кокотке, прославленной красавице, вдохновлявшей романы великих писателей, позировавшей для знаменитых художников, жившей на содержании принцев по шее и банкиров, чье имя красовалось на афишах огромными буквами и про которую теперь есть длинная статья в Википедии. Ее жизнь покрыта золотым флером и вызывает напряженный интерес и часто зависть. Несмотря на то, что мы вроде как взрослые люди и понимаем, что это благополучие только видимое. Но вряд ли наши современники до конца осознают, чего стоило стать великой горизонталью в Париже 19 века. К примеру, самой большой привилегией этих дам было не то, что они могли проматывать миллионы и не то, что за ними миловались герцоги и принцы, а то, что они не обязаны были проходить регулярные медосмотры и состоять на учете у полиции. Эти дамы зарабатывали деньги сексом, но они не были проститутками с точки зрения закона, потому что с точки зрения закона в те годы проституция была очень зарегулированной профессией. Это называлась французская система. Даже если вы никогда не слышали этот термин, вы скорее всего знаете, что это такое. В России до революции была французская система, как и в большинстве европейских стран. Эту систему европейские правительства вводили на волне панического страха перед впечатляющей эпидемией сифилиса и полной неспособностью прижать к ногтю заразу проституции в растущих городах. Правительство решили, что если уж нельзя искоренить эту гадость, надо начать ее контролировать. Все женщины, занимавшиеся древнейшей профессией, должны были быть зарегистрированы в полиции и иметь медицинскую карту. По-русски это называлось «желтый билет». Они были обязаны проходить регулярные медосмотры, как правило раз в две недели. И в случае заболевания их отправляли на принудительное лечение в больницу тюремного типа. Женщины ненавидели эти медосмотры. С их точки зрения они были худшим в их профессии. Худшим. Все остальное было более терпимым, чем эта унизительная процедура, которая могла отправить тебя на несколько месяцев в застенок подвергаться опасному и не очень-то эффективному лечению. Все хотели бы этого избежать. Но оставаться незарегистрированной, работать подпольно было крайне опасно, потому что это каралось арестом. К счастью, на лестнице порока, как говорится, много ступеней. И все эти тысячи падших девиц мечтали об одном – забраться по этой лестнице на самый верх, где полиция будет уже над ними невластна, где царствуют победившие и стоящие над законами божескими и человеческими Лапаева, Кора, Вальтес, Бланш и прекрасное Отеро. В старое время профессиональные распутницы Франции, по крайней мере, знали свое место. Только единицам удавалось отмыться от грязи, приняв статус фаворитки короля. Никому не приходило в голову прославлять женщину за ее разврат жадности тщеславия. Но времена меняются. 2 декабря 1852 года вторая французская республика пала, и бывший ее президент, племянник великого Наполеона Луи Наполеон Бонапарт, провозгласил себя императором Наполеоном III. Начинается Вторая империя. Это называлось конституционной монархией, но на деле Наполеон III быстро прибрал к рукам практически абсолютную власть и уничтожил всю оппозицию. При этом, будучи нетерпимым к политическим свободам, Наполеон III был убежденным сторонником свободной торговли и в целом невмешательством государства в экономику. Когда правительство отпускает у дела, капитализм, как правило, отвечает стремительным ростом. И в эпоху Второй империи во Франции случается впечатляющий экономический подъем. Промышленное производство возросло в три раза. Паровые машины появились везде, даже в сельском хозяйстве. В стране появились мощные банки. Франция выходит на второе после Великобритании место по уровню жизни. Идет стремительное материальное расслоение населения. Совершенно непотребные богатства накапливаются в руках у бизнес-элиты. При этом бедное население нищает и разоряется. И толпы обездоленных крестьян бегут в города в поисках работы. Население Парижа переваливает за миллион. В начале века Париж был еще совершенно средневековым городом. С лабиринтом узких кривых улочек, на которых не могли разъехаться два экипажа. В случае беспорядков, во Франции случавшихся с прискорбной регулярностью, эти улицы легко перегораживали баррикадами. Откуда восставших неделями не могли выбить правительственные войска. В районе Елисейских полей плотность населения оценивалась в 5000 человек на квадратный километр. Люди жили друг у друга на головах в ужасной антисанитарии. И в этих условиях в городе процветали заразные болезни. Холерные эпидемии прокатывались через Париж дважды с катастрофическими последствиями. Наполеон III пытался начать модернизацию столицы еще будучи президентом республики. Но далеко он не продвинулся. Ему мешали законы. В общем-то ему пришлось совершить государственный переворот и стать императором, чтобы иметь возможность устанавливать свои законы и завершать начатые дела. И под его покровительством барон Жоржа Жен Осман, человек невероятного размаха, фактически снес старый Париж и за 18 лет в три этапа построил на его месте новый город. Тот прекрасный город, который мы знаем сейчас. С прямыми широкими бульварами, обрамленными каштанами, просторными площадями, ровными рядами современных домов из светлого камня, большими парками, современной гигиеничной канализацией и сетью подачи газа, благодаря которой Париж превращается в Cité de lumière – город света. Город совершенно преобразился. Теперь по центру Парижа можно гулять, не боясь получить железной трубой по голове. Между театрами, ресторанами, богатыми особняками и городскими кафе в садах начинает фланировать модная публика, стремительно зарабатывающая большие деньги в этой атмосфере свободной торговли, промышленного роста и государственных заказов. Порядка 30 тысяч из этих людей – продажные женщины. Прописная истина тогдашней морали гласила, что кокотки разрушают семьи. Они развращают мужчин и уводят их от безутешной жены и детей. Хотя в реальности, как мы теперь с вами понимаем, да и тогда умные люди уже начали догадываться, традиционная семья к этому времени уже была разрушена, там нечего было разрушать. Кокотки были не причиной, а индикатором этого процесса. Франция всегда была несентиментальной страной, несмотря на свою международную репутацию. Никто, ни аристократы, ни буржуа, ни ремесленники с деньгами не женились по любви, все женились по расчету. Мужчины женились на семье и брали в себе в дом кроткую рабыню, которая только что вышла из католического пансиона монастыря и в интеллектуальном развитии была сущей инфузорией. Мы смотрели Небесные ласточки, там довольно точно показано типичное образование и воспитание, которое получала тогдашняя девушка из порядочной семьи. А теперь, Дениза, повторите вчерашний урок. После того, как сахар размочен водой, только водой или сиропом, необходимо снять пену. Спасибо, Дениза. А каков цвет пены, скажет нам Аннет. Неудивительно, что никакого реального интереса как личность такая жена для своего мужа не представляла. Она рожала детей, вела хозяйство и появлялась в свете, где постепенно теряла эмоциональную невинность и приобретала цинизм и депрессию. Муж в этом процессе практически не участвовал. Ему не было дела дать чувству жены, поэтому мужчин никуда не нужно было уводить. Они уже не имели никакой эмоциональной привязанности как к своим женам, так и к честному имени. Ну, вориши, новые деньги начинают составлять значительную часть элиты второй империи. Время Шевале Сан Пер и Сан Репрош прошло. Авторитет и престиж начинают зарабатываться другими путями. Репутация мужчины в обществе создается повебленным, показным расточительством, призванным утвердить наличие и власть денег. Но вориши покупают роскошные особняки, экипажи, коней, стоивших целое состояние. Честное слово, им приходится придумывать новые способы тратить деньги, чтобы люди помнили, что ты богат и, следовательно, достоин уважения. Почтенные жены, конечно, могут до какой-то степени поддержать в этом процессе мужа. Но порядочная женщина со вкусом не будет утопать в вульгарной роскоши и бросать деньги на ветер. Печальный дух Марии Антуанетты все еще витает над страной. Приличная женщина не играет в карты и не танцует на балах. Ее возможности проматывать состояние крайне ограничены. Что делать? Не волнуйтесь, для этого существуют профессионалы. Их часто называют падшими женщинами, но для подавляющего большинства их положение не было падением в их собственных глазах. Напротив, оно было впечатляющим взлетом. Мало кто из этих дам начинал жизнь в условиях, обещавших благополучие и честную жизнь. И свое положение они добились не взмахом волшебной палочки феи крестной, а тяжелым многолетним трудом. Делабинь была дочкой прачки и алкоголика, который бил ее мать смертным боем. Дюплеси начинала нищей магисткой. Прекрасная Отеро в детстве служила горничной. Королева-содержанок Лопаева была дочерью московского еврея Портнова, а закончила жизнь маркизой и графиней. Начав карьеру, всякую уважающую себя кортизанка брала рабочий псевдоним, избавляясь от вульгарного или просто неинтересно звучащего имени данного ей при рождении. Часто они добавляли аристократическую приставку «де» к своей фамилии, чтобы она звучала поблагороднее. Планш Дентиньи при рождении была просто Мари Эрнестин Дентиньи, и Мари Дюплеси была просто Альфонсиной Плеси. Эмили Луиз Делабинь не только разбила свою фамилию на три части «де» «ля» «бинь», но и придумала себе совершенно новое странное имя «Вальтес», звучащее как «Вот Ральтес» – «Ваше Высочество». И всем понравилось! Лапаева, Эсфир Лахман по рождению, нарочно женила на себе простака по фамилии Депаева и на следующий же день выставила его за дверь, а сама начала именоваться маркизой Депаева. Леон де Пужи просто бесцеремонно взяла фамилию своего любовника Виконта де Пужи, никакого права на это не имея, и вошла в историю под его именем. Прослыть экзотической иностранкой тоже было модно. Лола Мантес при рождении была не знойной испанкой, а банальной ирландкой Элайзой Гилберт. Знойная испанка Августина Иглесиас всю жизнь выдавала себя за цыганку и прославилась как «Ля Бель Отеро» – «Прекрасная Отеро». Кора Перру, «Жемчужная Кора» была настоящей англичанкой, правда фамилия у нее при рождении была не такая шикарная – Крауч. Очень многие кокотки начинали карьеру на сцене. Кора и Лапаева с самого начала работавшие карьерными содержанками были скорее исключениями. Числиться актрисой или певицей было одним из способов выйти из-под бдительного внимания полиции, выслеживавшей на улицах Парижа незарегистрированных предпринимательниц древнейшей профессии. Театры, особенно те, которые не требовали особых артистических дарований, а также кабаре, были фактически аналогами современных стрип-клубов. Сцена была витриной для продажи женщин. На сцене их можно было демонстрировать полуодетыми или полураздетыми под предлогом того, что они носят костюмы. На деле все эти Дианы и Венеры шли по сходной цене. Бланш Дантиньи и Вольтес де Лабинь создавали себе имя и находили покровителей, красуясь в опереттах Оффенбаха. Они обе, по всей видимости, послужили прототипом для Нана из одноименного романа Эмиля Золя. Хотя обе обиженно отрицали это, несмотря на скандальную популярность романа. Тут к месту будет заметить, что Золя отнюдь не был завсегдатаем подобных мест. Он был порядочным и скромным человеком строгих нравственных правил. У него не было связи с кокотками. Ему пришлось делать целое исследование, расспрашивая своих более искушенных друзей и беря интервью у прославленных парижских повец. Для него специально устроили экскурсию за кулисы театра Варьете и в дом Вольтес де Лабинь, где он со священным ужасом разглядывал ее фундаментальную кровать, из которой Вольтес управляла всем Парижем. Жизнь кокотки проходила в рамках полусвета, демимонт, по выражению Александра Дема-младшего. Он сформулировал концепцию, что в Париже помимо большого света существует еще полусвет, состоящий фактически из тех же самых мужчин, но других женщин. Светские мужчины проводят часть своего времени среди женщин, являющихся фактически деклассированными, не принадлежащими ни одному традиционному сословию. Они оказались в этом положении, потому что или поднялись из низов, или спустились сверхов. Они или выскочки из народа, или заблудшие женщины света, которых по какой-то причине больше не принимают ни в одном приличном доме. Демимонд был накрепко связан с индустрией развлечений. Люди, которые его составляли или предоставляли развлечения, или пришли туда развлекаться. Поэтому с полусветом были органически связаны художники, музыканты, литераторы, композиторы. Они были непременной частью Демимонда не потому, что у них было что-то не в порядке с репутацией, а потому что они предоставляли развлечения. Вольтес, кстати, имела столько любовников из числа богемы, что получила прозвище союз художников. При этом она грубо отказала Александру Демасыну, сказав «я вам не по карману». Потому что главной добычей кокоток высокого полета были не поэты и художники, и даже не директора театров. Они были охотницами на крупную дичь. Всемирные выставки, которые принимал Париж, были для куртизанок большим сафари, где можно было одним выстрелом сразить своего слона, нажить состояние и уйти на пенсию. Тейлор Свифт поет в 40 раз лучше всех обычных певиц. Вопрос ценообразования в обществе развитого капитализма очень мутный. Как я уже упоминала, в середине века в Париже жило около 30 тысяч проституток, подавляющее большинство которых перебивались с хлеба на водку. И только пара десятков накапливала и тратила состояния, равные годовому бюджету небольших европейских стран. О расточительности знаменитых куртизанок ходили легенды. За свою карьеру каждая из них просто обязана была пропустить по ветру 3-4 значительных состояния. Будучи инструментом демонстративного потребления, они утверждали богатство и успех их благодетеля. И поэтому роскошь и скандальность были их профессиональными обязанностями. Они превращали себя в сенсацию. Они отвечали за то, что парижанам было о чем поговорить. О них писали в газетах. Они создавали хэппининги. У них был личный бренд. Вальтес де ляби всегда ходила в голубом. А Кора Перл была настоящей амазонкой и, по многим свидетельствам, любила лошадей больше, чем мужчин. И я в это верю. Шесть человек покончили самоубийством, когда их отвергла Беля Терро. Лео де Пуже крутила на глазах у всех роман с писательницей Натали Барнии. Кажется, там был любовный треугольник с лихой итальянской баронессой Мими Франкетти. Келярер. Про Лапаеву рассказывали, что она однажды заключила контракт с неким банкиром, что он предоставит ей 20 тысяч франков с сотенными банкнотами. И она будет сжигать их одну за другой, пока они будут заниматься любовью, пока деньги не кончатся. В этом анекдоте жадный банкир подменил банкноты на фальшивые, а потом хвастался, что он был единственным человеком, попользовавшимся знаменитой Лапаевой задаром. Они не должны были быть очень доступными, эти доступные женщины. Они сами выбирали своих партнеров, и благодаря этому они были ценными трофеями, доступными немногим. Именно поэтому они могли брать такие гонорары. Преуспевающие кокотки были достаточно умны, чтобы понимать свое место в обществе. Они часто морочили мужчинам головы, но это входило в план обслуживания. Кокотке полагалось быть капризной, непостоянной и мучить поклонников. И они не отказывали себе в удовольствии поиздеваться над тем, кто жаждал стать их клиентом, понимая, что как только он им станет, он отплатит ей за все унижения. Никакой защиты профсоюза, никакой защиты со стороны закона им не светило. Кто тут охотник, кто добыча, не совсем ясно. Все гранд-горизонтали коллекционировали знаменитых клиентов, как звериные головы, висячие на стенах. Вальтезда была польского князя Любомирского, французского принца де Саган. И еще она болтала по всему Париже, что была любовницей самого императора, но это огромный секрет. Кора не приписывала себе Наполеона III, но она совершенно точно была на содержании у его сводного брата герцога де Марни, который в основном и обеспечивал ее роскошный стиль жизни, подпитываемый, впрочем, еще целым списком принцев и герцогов. Лапаева переспала со всем Парижем и Лондоном, но главным ее призом был богатейший человек Европы, русский промышленник Хенкель фон Донежсмарк. В кармане у Лолы Монтец был король Баварии, и вся Бавария не знала, что с этим фактом делать. Список прекрасной от РО вообще блистателен. Кайзер Вильгельм II, принц Монако, король Эдуард VII, короли Сербии Испании и два русских великих князя. Бланш Донтини увез в Россию шеф жандармов и глава третьего отделения мизинцов, но ее оттуда изгоняют специальным указом царицы Марии Александровны. По всей видимости, еще до того, как ее любовника зарежут боевики земли и воли. Самым великим из великих горизонталей удается выйти замуж за своих титулованных любовников и стать самоделищными принцессами. Леан де Пужи женила на себе румынского принца Георгия Гику, а Маргарита Либер не только вышла замуж за египетского бея Али Фахми, но и застрелила его в отеле Совой, а потом еще и умудрилась выкрутиться и уйти от наказания. Но это было уже в 20 веке, и правила были не те. Большинство классических кокоток кончили плохо. Печальный конец куртизанки был необходимым клише. Мораль диктовала, что порог должен быть наказан, и жизнь подтверждала это правило. Если эту женщину не убивала в юности болезнь, она умирала нищей и всеми забытой, потеряв свою красоту. Только единицы из единиц имели достаточно силы воли и рассудка, чтобы накопить себе на старость, не спустить все в угаре разгульной жизни. Людей поражало, как эти женщины могли быть постоянно в долгах, столько зарабатывая. Кокотки были чрезвычайно подвержены тому, что сейчас называется инфляции стиля жизни. Чем больше они зарабатывали, тем больше тратили. ЙОЛО было серьезным мотивирующим фактором. Им хотелось компенсировать за все унижения и оскорбления, которым они подвергались. Пожить, почувствовать хоть какую-то радость, получить удовольствие, пока можно. Во-вторых, это был момент конкуренции. Надо было конкурировать с товарками. Если ты кажешься дорогой, ты будешь дорогой. Твои расходы оправдывают твою цену. В-третьих, вокруг них вертелось много дармоедов. Их свита, которую нужно было прикармливать и которая создавала шум вокруг куртизанки. Успешными кажутся люди, окруженные толпой. Это то, что мы видим в соцсетях. И то же самое было справедливо во времена Второй империи и прекрасной эпохи. Вокруг дурных денег всегда вертятся жулики, которые ощипывали кокоток и обманывали. Опять же, алкоголь играл в их жизни огромную роль. Спасибо, это было до массового употребления наркотиков. Гашиши, граф Монте-Кристо все еще были большой экзотикой. Эти девушки пили, и пили они сильно, чтобы забыться, чтобы выглядеть веселой, когда тебе совсем не до веселья. Такое состояние ума не способствует благоразумному помещению денег. В результате их жизнь превращалась в назидательную историю о том, как не надо делать. Мари Дю Плеси умрет в 23 года от туберкулеза, задав моду на эту романтическую смерть и вдохновив в клише куртизанки с золотым сердцем, пожертвовавшей жизнью ради возлюбленного. Бланш привезет из Египта, куда она сбежала от очередного скандала, брюшной тиф и умрет в возрасте 34 лет. Кора растратила свое солидное состояние на азартные игры и умерла сильно пьющая и потасканная, не дотянул до 50. Тот же путь повторит Беля Терро, спустившая на рулетку 15-миллионное состояние. Ей придется растягивать остатки былой роскоши до 96 лет, она была настоящей долгожительницей. Вальтес подарила свою кровать музею декоративного искусства в Париже. И она была одной из немногих окончивших жизнь на покое, обучая молодых женщин искусству быть партизанкой. Леанда Пужи была одной из ее учениц. Полопаева тоже умрет в почтенном возрасте в собственном замке. Один из братьев Ганкуров, встретивших бывшую легенду в конце ее карьеры, напишет. На поверхности это было лицо куртизанки, которая не будет слишком стара для своей профессии даже в сто лет. Но под маской то и дело просвечивало лицо живого трупа. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот рассказ. Объясните алгоритму ютюба, что вам нравится. Отдельное спасибо моим подписчикам на бусте и патреоне за поддержку этого канала. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok